Всем привет дорогие друзья! С вами канал обо всем подземном и заброшенном Андровол и его ведущий Степовол. И сегодня у меня не совсем обычный выпуск. Я сегодня не пойду под землю, не буду показывать вам заброшки, а сегодня я возьму интервью. Сегодня у меня в гостях человек очень известный в диггерском сообществе, человек известный среди москвоведов, человек который прекрасно знает историю Москвы, не только подземной, но и вообще нашей столицы, диггер Даниил Давыдов. Приветствую! Приветствую, Данила. И для начала мне хочется задать тебе вопрос о том, как же ты пришел к такой жизни, как ты вообще стал диггером. Я много о тебе всего слышал, еще даже до нашего знакомства, но как-то, может быть, меня обошло стороной, эта история обошла стороной, может быть, ты вообще об этом как-то не особо рассказывал. Как ты пришел к изучению подземной Москвы, и когда вообще это началось? Ой, ну, вообще, я много раз об этом рассказывал, и, видимо, просто вот как-то ты не попадал на это. Возможно. Интерес такой был с самого раннего детства. Вот почему-то меня всегда захватывало то, что находится ниже поверхности почвы. Любимые книжки были с сюжетами про подземелья, где главные герои так или иначе соприкасались с подземелями. Потом я помню, что в детстве, когда мы ездили на дачу, там не было водопровода, а были колодцы. Ну, сейчас, понятно, уже колонки все себе пробурили, поставили туда электронасосы. Ну, а в 80-е, значит, это на деревню были два колодца, и там были местные жители, были дачники, деревни в Тверской области. И вот мы оказывались перед выбором, либо идти на верхний колодец, который был глубже, потому что деревня была на таком спуске к речке, либо идти на нижний колодец, но он был дальше, но зато там он был ближе к водоносному слою, поэтому нужно было меньше крутить вороток. И, в принципе, эти колодцы, вот деревня была по одной линии, то есть одна улица в деревне. Один колодец верхний, другой нижний. Соответственно, один глубже, другой менее глубокий. И мне всегда было интересно, можно ли пройти из одного колодца в другой. Ну, понятно, что нет, конечно. Но меня ребенка это захватывало. Что, если спуститься туда глубоко по этому бревенчатому сругу, можно ли дойти из одного колодца в другой. Мне было, наверное, года 4 тогда, но меня почему-то это ужасно беспокоило, ужасно интересовало. Ну, и потом, конечно, уже середина 90-х годов, даже, может быть, начало 90-х годов. Нет, середина. Знаменитый диггер Вадим Михайлов. Он появляется на телевидении, он показывает речки. Ну, в основном это была Неглинка. И знаменитые подвалы Солянки. Угол Забелина и Солянки. Я понял, что вот эта картинка, которую я вообще никогда не видел до этого. То есть, это совершенно другой параллельный мир. И мне казалось, что диггеры это такая прям настоящая профессия. Люди спускаются под землю, что-то там исследуют. Ну, и как вот Вадим Михайлов, известный, любил говорить. То есть, в подземной Москве все связано, достаточно спуститься в подвал. Дальше открываются выходы в метро, в древние подвалы, средневековые ходы подземные, которые ведут к Кремлю обязательно. Ну, куда же без этого. И в 99-м году я познакомился с Михайловым в буквальном смысле на улице, на Хадынском поле. Тогда еще не застроенном, действительно заброшенном аэродроме. Мне было 14 лет, в 99-м году. Я подошел и сказал, что вот у меня мечта стать диггером. Мне оставили телефон. То есть, тебя у него случайно встречал? Случайно, да. Ну, я сидел на Хадынском поле с приятелем. И вдалеке появилась группа, как мне показалось, рабочих. И вдруг один рабочий пошел в нашу сторону. Оказалось, диггер, ну, правда, не Михайлов, а его помощник. Он меня подвел к Михайлову, познакомил. Михайлов сказал, все, записывай телефон. А сотовых нету. Естественно, диггеры ручки шариковой сабы тоже не носят. У одного из диггеров оказался в кармане спичечный коробок. Он говорит, чувак, давай вот, чтобы ты позвонил. Жертвую тебе спички. Буду стрелять, чтобы прикурить потом целый день. Спичку поджигали, уголечек образовывался. И мы вот так вот на внутренней поверхности коробка записали телефон мне диггер штаба. И я попал к Вадиму Михайлову. Какое-то время там с ним протусил. Ну, и потом начал самостоятельно заниматься всем этим. То есть, это был твой счастливый билет в подземный билет? Да, я запомнил дату. Это было 9 мая 1999 года. То есть, четыре девятки стали счастливыми. Здорово. Ну, хорошо. Вот столько лет ты провел в исследованиях подземелий Москвы. Мы сейчас пока говорим о Москве. Что вообще, на твой взгляд, что больше всего тебя поразило в подземной Москве? Какой-то объект, какое-то место. Что тебе запомнилось больше всего? Ну, я запомнил свою первую речку. Это была речка Раменка. Я спустился туда в команде Михайлова. И меня испугало течение. Часто я уже понимаю, что речка Раменка, она, собственно, через один портал втекает, через другой вытекает. Там через несколько сотен метров. Но тогда, я же этого не знал, мы спускаемся под землю. Абсолютно новый бетонный коллектор. Ну, сейчас я понимаю, что, в общем, ничего особенного интересного там нет. Но тогда меня поразил вот этот шумящий поток воды, который утекал куда-то за поворот коллектора. Небольшая горочка такая. И, значит, спускаешься и оказываешься на берме, вот на таком пространстве. А вниз еще в сам коллектор введут две или три скобки. И вот я спускаюсь, стою в воде. Это первое ощущение, что я стою в воде. Но я сухой, потому что я в костюме химзащиты. И мощный поток. И вода куда-то уносит. И думаю, вот туда вот, значит, унесет. Вот что это будет, что делать тогда. Но, слава богу, все закончилось хорошо. Но мне это запомнилось. Вот до сих пор я помню свои первые впечатления от Раменки. А я помню свои первые впечатления от метро, когда я в метро вышел. Это тоже было очень интересно. Мы вспомнили... Это было уже, правда, намного позже. Вот в метро я попал, наверное, в 2003-м. В речку я попал... Метро первое какое было? Киевское. Киевское. Потом это стало известным местом в узких кругах. Кабельник на Киевской. Но самое интересное, что я познакомился с ребятами с Кависа. И мы как-то с ними встретились. Это, значит, были два таких друга. Одного звали Михась, другого излишний персон. Небезызвестный андроид. Сейчас уже отошедший отдел. И друг его, Михась, такой рыжий, значит, чувак. С длинными волосами. Мы встретились. И стали думать, а куда идти? Я говорю, ребят, Михайлов рассказывал мне про какой-то кабельник на Киевской, где идут серебряные кабели. Ух ты, интересно, давайте съездим, проверим. Мы едем. Начинаем, значит, перелопачивать МОСЭНЕРГовские люки. И в итоге находим этот кабельник. Ни сигнализации, ничего не было. Мы идем по этому кабельнику. По колено там воды в некоторых участках тогда было. Кабель мощный. Сила только такая, что вот будение мерное раздается. Кабели теплые. Мы перебираемся по кабелям через эти затопы. И вот, значит, кабельник поворачивает под 90 градусов. И перед нами дверка. А кабели ныряют по таким закладным. И снизу можно пролезть под кабелями. Мы туда выбираемся и оказываемся в стволе. Спускаемся вниз. Я первый раз в метро. Уже горит рабочка. Напряжение с контактного рельса снято. И, значит, был я первый раз в метро. И еще чувак, который вот у меня, собственно, у меня не был интернет тогда в 2003. А у него был. И вот мы познакомились как-то все вместе. И вот так вот мы с излишней персоном андроидом. И вот этим Михасим. Другом моим Димой из Матич. Который меня с ними познакомил. И я. И вот мы вот так вот, значит, ездили. И мы спустились в этот кабельник. Ну, стоит ли говорить, что кависмены довольно быстро рассказали своим друзьям. И место получило большую популярность. Что впоследствии привело к его закрытию. Но кабельник этот с залазом, он жил очень долго. И вот я помню этот запах криазота. Причем там вентиляторы стояли наверху шахты. Они внизу, как это часто бывает. Мы спускаемся по этой лесенке до одного балкона. Еще вниз, еще ниже. И вот первый раз я очутился в метро. Мы недалеко прошли. Там от одной сбойки до другой сбойки. Уже вот от второй сбойки была видна, значит, станция. И что запомнилось, мы сидели с моим приятелем. А ребята говорят, ребят, нам говорят, ребят, вы сейчас посидите здесь в межтоннельной сбойке. А мы сейчас до станции добежим быстро. И, значит, что-то они там хотели посмотреть. Они уходят в сторону станции, а мы сныкались в сбойке. И вдруг в сбойках зажигается свет. В тоннелях на перегонах горел, а в сбойках нет. И мы думаем, ну все, все, запал. Но потом, значит, все закончилось хорошо. Мы выбрались. И я помню, вот эта эйфория просто была какая-то потрясающая. Мы грязные, в метро шите. Перемазанные все. Выбираемся опять, значит, по этому кабельнику, по затопам. Пойдемте купим там водички попить и сникерсов. И вот мы заходим в магазин, подходим к кассе, то ли там, то ли седьмой континент, что-то такое было. Но ТЦ европейские, по-моему, еще не открыли тогда. Ночь глухая. Мы все грязные. И кассирша на нас смотрит. Ребята, вы что, из-под земли что ли вылезли? Мне очень понравилось. У нас забавный случай был, когда мы вылезали в какой-то московской речке из люка. В парковой зоне. И напарник поднимает люк, вылезает. И вылезаю я и напарник говорит, слушай, к нам кто-то бежит. Я вылезаю, смотрю, бежит со всех ног. Мужик, правда, не очень ровно, но бежит. Подбегает и говорит, блин, я думал, вы инопланетяне. Такой товарищ в хорошем, под питье. На пугали человека. Кстати, вот я так понимаю, что ты, наверное, выложишь, опубликуешь этот сюжет, когда уже выйдет наше с тобой интервью. Да? Это, скорее всего, независимо. Я просто не могу не сказать о том, что сегодня вот так получилось, что сначала я на радиостанции свое радио, есть такая интернет-радиостанция, свое-радио.фм. Ты предопределил мой вопрос. Вот. Я хотел сейчас сказать, да, почему мы в таком антуражном месте сегодня сидим. Мы сидим в эфирной студии радиостанции «Свое радио». И сначала я пригласил Виктора Лонина на интервью на радиостанцию, а он взял камеры, и мы здесь же решили снять интервью уже со мной для каналов. Совершенно верно. Будет подкаст обязательно, это, значит, во-первых, группа ВКонтакте, потом у меня обязательно, ну, группа ВКонтакте, свое радио. У меня в группе ВКонтакте будет интервью с Виктором, и мое интервью, вернее, его интервью со мной. Интервью с тобой на моем канале. Да, на канале Underworld, поэтому вот так, прям такой back-to-back. И раз мы затронули, вообще, разговор пошел о радио, то это, вообще, расскажи, это тоже большая часть твоей жизни. Эфирные вещания, радиостанции. Ну, это, скажем так, достижение моей мечты, потому что я вообще с детства мечтал работать на радио. Ну, как попасть на радио? Я даже стал клубным диджеем, понимаешь? Я думал, что если я стану клубным диджеем, мне будет проще попасть на радио. Но через клубный диджеинг на радио я не попал. А попал на радио я намного позже, именно благодаря диггерству. И это было, ну, если не считать, вообще, на радио попал, потому что меня пригласили на радиопрограмму. Это была не первая радиопрограмма, куда меня в эфир просто пригласили, просто гостем. И потом, значит, я попал сначала на сети FM, эта радиостанция закрылась. Потом, через некоторое время, меня пригласили гостем сюда, на свое радио, в программу «Чайка.Лайв», по-моему, или нет. Ну, в общем, Семен Чайка, директор и программный директор, хозяин и программный директор этой радиостанции, ввел этот эфир. И, значит, я предложил, у меня была готова заявка. Я всегда мечтал делать программу про подземелья. К этому моменту у тебя уже был опыт ведущего. И я предложил, говорю, вот у меня есть заявка, я хотел бы делать программу про людей, профессии которых связаны с подземельями. Он рассмотрел эту заявку, подкорректировал немножечко и вскоре выделил мне эфирное время. Ну, поскольку у меня программа выходит в записи, он говорит тебе, ну, вернее, было так, он, поскольку у меня программа гостевая, он говорит, давай просто, чтобы тебе было проще, давай ставить, зачем тебе, значит, прямой эфир. И вот пока я уже больше, ну, скоро год будет, кстати, уже, как моя программа выходит, по-моему, с апреля. Или с марта 2019 года, а значит, ну, в апреле, в марте будет год. Ну, смотри, мы опять же затрагивая тему медийности, ты уже почти, да не почти, 20 лет в сфере подземельной Москвы. Да, да, больше 20 лет. Ну, скажем так, Диггер, ты этого слова не, оно тебе не раздражает. Ну, ты представляешься всегда, как Диггер Даниил Дамил, потому что есть люди, которые почему-то не очень любят это слово применительно к исследованиям подземных сооружений. Вот, и ты очень известный человек именно в сфере эфирного вещания, не как ведущий, а как Диггер. То есть тебя часто приглашали за этот период на телевидение, с тобой часто были радиоэфиры, в итоге сейчас совершилась твоя мечта, и ты ведущий программы, где ты рассказываешь о подземельной Москве. Да, авторской программы. Спасибо от радиостанции Семена Чайки, что они дали реализовать, ну, вернее, Семен дал на своей радиостанции реализовать мне мою мечту. Стараюсь расти. На протяжении всех этих лет ты очень мало был представлен именно в интернете. У тебя была группа, где ты рассказывал о подземной Москве, как еще экскурсовод. Это экскурсии с Диггерами. Ну, мне кажется, это достаточно ограниченная аудитория. Ну, сайте, сайт, да, подземный город еще. Вот, и на этом, в принципе, твое присутствие в интернете, можно сказать, оканчивалось, несмотря на то, что ты на протяжении вот этих 20 лет реально был медийной персоной. Вот, сейчас у тебя очень активно развивается YouTube-канал. YouTube-канал, да. Диггер Даниил Давыдов, он так и называется, обязательно будет ссылочка на него, переходите. Данила очень интересно рассказывает о подземельях. Данила очень интересно рассказывает не только о подземельях, но и об истории Москвы. Вот, и там, я думаю, очень много интересного вы сможете узнать. Надеюсь. Почему так получилось, что на протяжении вот многих лет ты, являясь медийным человеком, тебя практически не было в интернете? Ты знаешь, я всегда интернету немножко не доверял. Ну, то есть, не то, что не доверял, это не было осознанно. Вот, я, как и ты, все-таки человек из Советского Союза. И для меня всегда мирило было это радио. Для меня мирило было телевидение. Вот, мне казалось, что вот это да. А потом, и мне говорили, что, может быть, тебе какой-то YouTube-канал свой сделать. Я сделал YouTube-канал случайно. И я всегда как-то сторонился видеоблогеров, пока я не снял вот с одним видеоблогером, Павлом Шпунтенковым, Road to Film, Царство Небесное Паше, несколько сюжетов. И вот даже у него на канале, хотя у него было уже там около 500 тысяч подписчиков, но, по-моему, 500 не было еще на момент наших съемок. Вот, подходило к этому. Мы сняли несколько сюжетов с ним, и один выстрелил просто настолько, что меня стали узнавать люди на улице. То есть, 4,5 миллиона просмотров он набрал там за короткое время. Мне это было удивительно. Вот мы, там, я захожу в метро, и там говорит, «О, вы Дигар, Данил Давыдов». И мне многие писали… То есть, такой популярности даже со времен часто достаточно выступлений на телевидении не было. Не было, не было. На телевидении максимум… Пока ты не пришел в интернет, в YouTube. Да, через Пашу, через Пашу Road to Film. То есть, ну, кто-то там, конечно, ну, обо мне многие знали. Собственно, если бы не знали, меня бы не приглашали дальше, там, на телевидении, на радиостанции. Но на улице не узнавали. Но на улице не узнавали. Там, ну, кто-то мог, там, прийти ко мне на экскурсию. Ну, вернее, многие приходили, конечно, и говорили, вот, там, смотрели программу, узнали, что у вас есть сайт, узнали, что там, где-то на радио услышали. Такое было. Ну, что вот на улице человек подошел и сказал, там, «Ой, я вас знаю, можно с вами сфотографироваться». Такого не было. Это только благодаря интернету. А на YouTube я попал благодаря Паше. И многие мне писали, когда Паша, слава богу, был жив, все было хорошо, там, чувак, заводи свой канал. Ну, я снимать не умею. Я никогда камеру-то в руках не держал. Там, как-то я даже себе не представлял, что я буду сам чего-то снимать. Я спрашиваю Пашу, говорю, Паш, имеет смысл Паша Шпантенкова? Говорит, ты знаешь, я не хочу, чтобы ты показывался, ну, где-то, кроме как у меня на канале. Вот, ну, давай по-чесноку. Наши ролики с тобой, они хорошо заходят. Они хорошо заходят. Мне интересно снимать тебя. Вот, смотри, кстати, сейчас в эфире программа «Сих и Сапы» моя идет. Мне интересно снимать тебя. И было бы здорово, чтобы ты снимался у меня. Я готов вообще с тобой ездить. Хочешь быть ведущим? Давай вот тоже вместе будем вести. Там ты что-то рассказываешь. Я тебе задаю какие-то вопросы. Ну, и отлично. Собственно, я успокоился на этом. Думаю, это действительно не мое. Вот, Паша, это моя находка. У него большая аудитория. Наши совместные ролики с ним выстреливают у него на канале. Скорее был как совместный проект. Совместный проект, да. Ну, то есть мы думали об этом. Я предлагал поехать куда-то в другие города. За границу мы собирались поехать. Паша говорит, вот. Паша, что он сам тоже не из Москвы. Да, он из города Уорша был. Он тоже сюда приехал снимать изначально. Да, 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 да. И у нас было много очень планов с Павлом Шпантенковым. Там, куда поехать. Мы хотели и в Италию поехать, и в Германию поехать, и в лагерь дождевого червя мы хотели поехать снимать. И потом вот я уехал отдыхать в Италию. Я ничего не снимал. У меня и камеры даже не было. Приезжаю в Москву. А Паша мне звонил по WhatsApp. Я был в Италии, в Милане. И Паша мне звонит, говорит, чувак, ну вот сейчас у меня съемки в Питере скоро будут. Ты когда возвращаешься? Я говорю, вот тогда-то, тогда-то. Это лето 2019 года. Ну, это лето. Да, да. Говорит, я сейчас езжу, поснимаю в Питере, и давай в Москву. Я вот сразу из Питера, я дерну в Москву. Не знаю еще, поеду домой, не поеду. Все окей. Я приезжаю в Москву. И, значит, ну, Паша вот должен поехать в Питер. И с Питером мне отзвониться и приехать, значит, снимать. Значит, я его жду. И вдруг я получаю, я вылезаю из Неглинки с экскурсии и получаю какой-то комментарий к нашей совместной фотке с Павлом в Инстаграме. Там Паша больше нет. Ну, первая мысль, думаю, ну, какой-то идиот пишет. Потом думаю, а что, почему он это написал? Захожу в интернете, действительно, минувшей ночью вот Павел и Леша Кулаков погибли. Для меня тоже. Это было шоком. Я написал напарник. Ой, я был не в Москве, даже не помню, где мне написал тогда напарник, что вот типа двое ребят, Блокер и Диггер, сопровождавший его, погибли в коллекторе в Петербурге. Ну, я как-то это пропустил немножечко мимо ушей, потому что, ну, да, есть случаи очень неприятные, но типа приеду, потом более подробно узнаю. А вот, а потом, когда проскользнуло, собственно, имя Леша Кулакова, который был моим непроводником, а как бы вот он помог мне именно в этот самый коллектор, где они погибли, попасть в Питере, когда я был. А вот без него бы я туда просто не попал бы. И очень много ценных рекомендаций им дал по поводу того, куда там идти, и как бы какие-то могут быть опасности. Вот. Для меня это было шоком, когда я понял, что это случилось вот с человеком. Я не скажу, что я его близко знал, но... Лешу, да? Да. С Павлом я никак знаком не был. А Леша мне вот за, получается, два года до этого помог именно как раз в съемках в этом коллекторе. Он сам тогда был под Питером, на рыбалке, он не смог приехать, быть провожатым, провожатым непосредственно в самом спуске. Но он мне очень много подробного рассказал, скинул карту. Да. Это очень грустная история. Ладно, ты упомянул о своих путешествиях по Европе. А, сейчас вот знаешь, чуть-чуть закончу на предыдущий вопрос твой. Почему меня не было в Ютьюбе? В общем, случается трагедия с Пашей, с Лешей, и... А у меня канал до этого был на Ютьюбе, я просто туда выкладывал, ну, какие-то там программы, в которых я участвовал, телевизионные. И вдруг народ, вот под всей этой штукой, да, там так получилось, что там, значит, я, ну, организовал сбор средств, это случайно вообще получилось, я нашел Пашиных родственников, говорю, дайте карточку, вот я в соцсетях, у меня много подписчиков в соцсетях, я просто опубликую везде, чтобы вам перечисляли средства. Говорит, мы в Белоруссии, нам не дойдут русские деньги. Думать было некогда, значит, я говорю, давайте на мою карточку, все вам наличными привезу. Вообще, удача, что я вас нашел, хоть чем-то помогу. И вот, значит, собираю сумму, везу, еду на похороны, везу, отдаю там Пашиной маме. И вот как-то под влиянием этого народ раз начинает на канал ко мне подписываться. В общем, у меня за, там, неделю ко мне подписалось 40 тысяч человек, подписчиков, Пашиных, с Пашиного канала. Вот, и все, и вот, значит, я так думаю, ну, во-первых, люди просят, чтобы я снимали, все, у нас там были с Пашей договоренности, я хотел на его канале сниматься, но теперь все уже. Вот, и, ну, я купил камеру, стал сниматься, снимать, вернее. И, в принципе, я так понимаю, что очень многие, ну, наверное, почти все 40 тысяч, или 38 тысяч, тогда под эмоциями подписались, но сейчас, конечно, практически не заходит ко мне на канал, то есть, сейчас уже прирост идет на мой контент. Да, он растет, но уже за счет того, кому нравится, там, мой контент, как вы, выпуски с тобой, вот Пашина, тоже очень многие смотрели, да, 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 мне кажется, зря ты говоришь, что люди, которые к тебе пришли, они уже, ну, не все, не все, кто-то смотрит, конечно, и спасибо вам за это огромное, и вот скоро, тоже, кстати, у меня на канале будет контент, ездил в Псков, отснял там на 4 серии, и меня туда приглашал батюшка, а служили панихиду по Паше в Печорах, в Псковских, в Печорском монастыре, да, подземьё, там есть очень интересная подмастырём, небольшая, но очень красивая историческая подземная речка, был там? Не зашёл, не спускался, нет, мы туда пошли снимать Печоры, ездили у нас был Псковский, не было времени, и мы летом ездили, мы ездили в сентябре, а, в сентябре, ну, то, что я вот буквально на прошлой неделе вернулся оттуда, то есть это уже был конец ноября, очень ограниченный световой день был, поэтому мы там поснимали, там, 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 ну, подземлёй, да, всё равно, но что-то как-то мы уже туда, а, мы в Изборск ещё торопились, нам на следующее утро нужно было уезжать, мы из Изборска хотели, после Маскова, вот чёрнский монастырь, ты слышал, что там тоже есть какие-то подземные, подземная его часть, скажем так, ничего тебе не рассказывали, где? Вот именно в самом Псково-Печорском монастыре, но только в Печорах, только в Печорах, вот в сами Печорах мы спускались, и всё, больше мы никуда в башне, ну, конечно, в башне что-то, в общем, можно сказать, что я пришёл к Ютьюбу благодаря Паше, Паше Роуд Ту Филм, и вот как-то, вот так вот это пошло. Так, вопрос у тебя был, куда я езжу за границу? У меня на канале, у меня в основном, отечественная российская подземка, не ограничивается только Москвой, очень много других регионов, но в том числе и, точнее, в основном это российская подземка, пока за границей я нигде ничего не снимал. Вот, а... Я тоже, не снимал, но ты же видел, вот что, что тебе больше всего запомнилось за пределами России из подземки? Не чисто какие-то туристические объекты, а вот именно, вот как диггера, что тебя зацепило? Меня безумно, безумно зацепил Милан. Во-первых, Милан это второй город после Венеции, по количеству каналов был когда-то, а сегодня там три канала осталось, то есть каналы либо обезвоживали и засыпали. Так, извини, перепью, по-моему, у тебя как раз в выпуске про Милан было, на YouTube что-то, да? Ну, это... Короска вставочка. Да, да, это в Инстаграме даже, в Инстаграме, наверное. Ладно, извини, перебил. Вот, и вот, значит, часть этих каналов ушла под землю, а часть засыпали, к сожалению. Дело в том, что когда в Милан пришла железная дорога, то, в принципе, надобность в каналах постепенно отпадала. А до этого каналы носили транспортное, торговое значение, и в Милане общесплавная система канализации. То есть все это... Так, в Питере. все это когда-то имело выпуск прямо в каналы коллектора, имели выпуск прямой в каналы. Ну, потом каналы убрали под землю. И вот сейчас это появилось, получилась целая система. Отдельно каналы, в которые уже канализация, если сбрасывается только во время каких-то аварий, то есть переливы там аварийные, водовыпуски есть. И сами канализационные каналы. общесплавной системы огромные. Это просто подземный замок. Вот ты знаешь, я когда туда спускался с местным дигером, мы спускались, открываем люк секционный, спускаемся по винтовой лесенке, дальше решетка, мы оказываемся на балконах, ниже балконов этих смотровых еще можно ниже спуститься. Я не очень далеко, к сожалению, прошел. Сейчас бы уже, конечно, как видеоблогер, я бы полез там во все тяжкие. А тогда лето, минувшее лето, мы спускаемся вниз, и вот просто системы какие-то огромные. Я сейчас жалею, что у меня не было камеры с собой. Огромные по протяженности или именно вот с самим размером? По диаметру, да. Больше, чем вот щекотовский коллектор в Неглинке. Только лотки, сами лотки глубже. И в Париже я был в канализации, и вот в Италии я был. Сами лотки, они довольно глубокие, то есть, ну, глубина где-то метр-полтора. И также там бортики, также бортики, полукруглые. Но вот в Милане, как мне ребята рассказали, это строилось все в 30-е годы, то есть это время фашистской Италии было. Фашистская Италия. Это кирпич? Бетон уже, уже бетон, да. И, кстати, в Париже я был тоже, это были бетонные коллекторы, но они были меньше по диаметру, чем в Милане. Это тоже был бетон. Может быть, какие-то участки были кирпичные, обетонированные. Но, в принципе, конечно, что-то, вернее, многое уже перестраивалось. Но даже если посмотреть фотографии, скажем, Парижского музея канализации, это, конечно, уже бетон. А вот в Праге я бывал, но тоже не снимал. Я вот как-то, ну, я поеду еще обязательно, я хочу прямо вот в Италию поехать, поснимать, и в Париж хочу поехать. Ну, в Европе рядом все там, чего в одну страну пересек границу в Европу, и все, и ездит там, путешествует. Все по-другому. Ну, во-первых, общесплавная система. А в Праге это уже кирпич. Это уже кирпичные системы. Но в Праге мне так обидно было. Значит, я списался с диггером. С диггером чешским. Он говорит, конечно, приезжая, никаких проблем. Я приезжаю, а у меня еще так получилось, что я поехал с семьей, с родителями супруги, и думаю, ну, значит, какой-то вечер потрачу, похожу, тем более, ну, вроде ждет меня человек. Я ему пишу, там, привет, я приехал. Сообщение прочитал, не ответил. Я день жду. Ну, ладно. Второй раз пишу, я говорю, слушай, я сейчас в Праге, вот мы договаривались, что у тебя будет время, там, в общем, я готов. И жду ответа. Сообщение читает, не отвечает. Ну, может быть, занят был, может быть, еще. Потому что в Москву ко мне приезжал потом парень на экскурсию из какого-то вообще другого города. Он в Москве был по командировке, решил прийти ко мне на экскурсию. И, значит, мы походили, и он говорит, а я был в Праге. Я говорю, отлично. А говорю, как ты диггера нашел? Да вот там парень, он вообще работает, мы с ним познакомились. Тот же самый, что ли? Оказалось, тот же самый. Говорит, вот такой вообще чувак, простой, вообще никаких проблем. Ну, я думаю, ну, значит, ну, просто, наверное, зад был, да, был занят. Так, а вот сразу назрел вопрос. А в Милане ты вот эти коллекторы сам нашел? Или ты там тоже списался? Нет, я тоже списался. У меня, значит, есть прекрасная моя подруга, которая очень мне помогает. Вернее, одна из подруг. Это Дилайт. Ну, очень известный диггер. Ангелина. Значит, вот у нее никнейм Дилайт. Она подземная художница. Кстати, была у меня в программе здесь как-то. Есть подкаст с ней, можно, кому интересно, вот послушать. Она придумала рисовать под землей, не фотографировать, а потом рисовать, а рисовать с натуры под землей. И у нее картины пошли эти. И она стала продаваться на выставках. И она уехала в Париж учиться на художницу, продолжать свое обучение. Причем она краски изготавливает, там, значит, вот метрошит вот эта пыль, разводит грунтовой водой, добавляет масло и вот рисует. Вот такая фишка у нее. И у нее пошло это дело. Вот. И, значит, она мне дала координаты человека, который встал моим другом, несмотря на то, что во время нашего миланского заброса я ему палец сломал крышкой. Маурицио, Маурицио Гаттио. Что значит Маурицио, а Гато это по-итальянски кот. То есть Маурицио котов. Вот. И мы, значит, лазили с ним под землю там в Милане. И вообще человек вот, ну, настолько приятный, настолько вот радушный, настолько простой. Вообще не все миланцы, не все итальянцы, а уж тем более не все миланцы, они такие вот очень простые. И мне встречались миланцы, которые, ну, такие снобы. Снобы. Вот. Ну, все люди разные. У нас снобы в Москве хватает. А много и простых людей, вон, как мы с тобой. А вот интересно, в Европе вообще, мне кажется, субъективное может быть мнение, но мне кажется, что у нас дикерство исследования подземки, оно достаточно сильно распространено, по крайней мере, в Москве. Вот в Европе такая же ситуация, или там меньшее количество людей занимается исследованием подземных сооружений? Меньше. Потому что, во-первых, в Европе практически не интересуются канализацией. По крайней мере, во Франции. Но у нас те, кто интересуется канализацией, тоже немного. Тоже немного. Я согласен с тобой. в Италии, в Италии, я познакомился вот с этими ребятами, с Маурицио, и он меня познакомил с своими друзьями. Я говорю, а много народу говорит, ты знаешь, нас на северную Италию занимается подземкой, серьезно, четыре человека. Мы познакомились причем на каком-то архитектурном форуме, то есть форуме, который посвящен древней архитектуре итальянской. Вот там мы познакомились, говорит, очень мало народу. Говорит, в 80-е годы был прям такой вот клуб подземщиков. Но сейчас они как-то отошли от дела немножко уже в силу возраста, и мы, говорит, мало с ними общаемся. Вернее, они с нами мало общаются. Мы как-то пытались с ними наладить контакты, поделитесь опытом, да, а ребята тоже, вот молодежь, там серьезно занимаются схемы, все там вот, ищут чего-то. Говорит, они типа такие, сами ищите нам. Ну, говорит, ну, не хотите с нами общаться, мы действительно сами найдем. Но там нет такого вот как у нас. Там ребята очень подолгу получали работу, учились, то есть там социальное обеспечение итальянское, оно на таком достаточно серьезном уровне, они, конечно, держатся со своей работой, то есть они занимаются свободное время, подземкой, ездят там схемы чертежей, исследования. Скажем так, подземка противопостоит социальному положению именно из-за нехватки времени или в силу законодательной базы? Нет, законодательной базы, я рассказал, чем я занимаюсь в Москве, там, экскурсии подземные, говорит, у нас наверное несложно было бы заняться этим, но у нас нет необходимости просто элементарно в Риме. Да, интересуется народу очень немного, потому что я хотел поехать в Рим, я не нашел диггеров в Риме, и я когда ребят из Милана спросил по поводу Рима, мы не знаем никого, вот, такое ощущение, что, ну, археологи есть, а вот так, чтобы диггеры были римские, мы не знакомы. Римские диггеры это интеллект. Да, римские диггеры. Вот, а возвращаясь к нашему диг-сообществу, сейчас очень популярно не только в подземке, не только в том, что касается подземных исследований диггерства, но и людей, которые интересуются промышленными предприятиями, ну, то, что промкой называют, да, сейчас очень популярно то, что народ лазит по действующим живым объектам, зачастую нарушая охранный режим предприятия, зачастую это выливается в какие-то достаточно громкие скандалы, я знаю, что ты вообще не одобряешь вот это ответвление в нашей лазающей тусовке, скажем так. Я не то, что не одобряю, я не могу его поддержать в силу того, что я стал публичным человеком. И я не одобряю вот только с той точки зрения, что есть товарищи, которые спускаются под землю и начинают там дестроить. Это вообще отдельная категория людей, наверное, ни один здравомыслящий человек не поддерживают. Да, я вот просто приведу сравнение. Есть туристы, которые едут куда-то на природу, постояли в палатке, все за собой, убрали, не оставили целлофана, не оставили бутылок, а есть значит люди, которые едут и трудно потом не заметить, что они там не постояли три дня, потому что это такое количество вот просто там, извини за даже говна остается после этого. И точно так же в диггерстве отношения к таким людям, оно однозначное и в среде туристов, и в среде диггеров. И тут же понимаешь, вот есть не хочу ничего говорить, ну, уже устоявшееся выражение Кавис-Роза опалит все. Поэтому я не то, чтобы я все это понимаю, можно поехать, можно даже разломать что-то для того, чтобы залезть. И, ну, все равно я вообще считаю, что нужно подземку постараться оставить после себя такой, какой она была до твоего туда спуска. Я понимаю, что не всегда спуститься можно, не сломаешь, не спустишься, не согрешишь, не покаешься. Но я не могу сейчас позволить себе что-то ломать, потому что, ну, представляешь, я известный человек, и ко мне, ну, как-то относятся по-серьезному, и вдруг скажут, о-о-о, Данил Давыдов, здравствуйте, не ожидали вас тут увидеть, ну, как там, поэтому стараюсь куда-то уже не лазить туда, где я буду приступать к закону. Ну, я смотрю по тому, что я видел сейчас на твоем канале, ты все-таки в последнее время как-то меньше стал спускаться именно под землю. То есть, у тебя более познавательные, более исторические, более смысловые, насыщенные ролики, и меньше все-таки ты показываешь именно подземелье. Да, я считаю, что это не всем интересно, то есть, это надо показывать, вот, я должен это показывать дозированным, потому что многие знают меня как там, экскурсовода наземного, как историка, хотя, конечно, я к истории пришел благодаря подземке, то есть, меня сначала захватила подземка, я заинтересовался историей подземки, а потом уже я стал заниматься там наземными экскурсиями, но они все равно все про подземелья, то есть, я занимался историей всегда только потому, что какие-то определенные исторические этапы были связаны с развитием подземелья искусственных. То есть, ты через подземелье познавал историю долгую, да, меня, честно говоря, до сих пор интересует в истории только то, что так или иначе связано с подземельями. Библиотека Ивана Грозного, строительство Кремля, строительство Китай-города, строительство каких-то фортификационных сооружений в других городах, вот, там работал какой-то мастер, который строил у нас крепостные стены, а под ними подземелья. Вот меня история этого города интересует. Я понимаю, что это узконаправленно очень, но я понимаю, что и моих зрителей, моих подписчиков тоже в первую очередь интересует что-то интересное, это не всегда история, мне это интересно, а им-то, может быть, моим подписчикам это неинтересно совсем. Меня очень часто представляют не как диггера, а как москвоеда, все-таки надо иметь огромный пласт знаний, чтобы рассказывать об истории города публично, на аудиторию даже гораздо более широкую, чем интернет-аудитория, заговорим о телевизионных программах, в которых ты участвовал. То есть, в любом случае, это, наверное, какой-то большой запас. Знаешь, где я вчера снимался? Не поверишь. мой герой Татьяна Устиновая. Я так рад был, вообще, думаю, туда приглашают артистов и вдруг зовут меня. Мне так приятно было, безумно. Ну, вообще, когда меня спрашивают, просто иногда не спрашивают, а иногда спрашивают, но титруют по-другому. Когда меня спрашивают, как меня затетровать, я всегда говорю, диггер, москловед, Данил Давыдов. То есть, для меня все-таки я диггер, москловед, я москловед, потому что я диггер. А я не потому диггер, что москловед. То есть, диггер здесь первично для меня. Из наших исторических личностей, связанных с историей, изучением истории и связанных с подземкой, ну, например, как Гелеровский, ты с кем-то проводишь провели, может быть, у тебя кто-то есть исторический кумир какой-то? Ну, конечно, есть. Это Игнатий Стелецкий. Игнатий Яковлевич, у меня татуировка Стелецкого вот здесь вот. Я просто сейчас в кофте, на кофте петля, так бы я показал. Ну, покажу потом, когда петельку сниму. Ну, Стелецкий, конечно, для меня, это человек, который исследовал подземный Кремль. Не так много археологов занимались исследованием подземного Кремля, не раскопками в Кремле, потому что там, ну, покопайте на полтора метра до 18 века, и все. Или там роют, что-нибудь делают, там сносят здание какое-нибудь. Вот. Ну, ладно, посмотрите, мы же не можем не пригласить археологов, это же Кремль, мы должны пригласить, но так, чтобы их пускали, куда пустили Стелецкого, чтобы он побывал в тех подземельях, современный археолог, где побывал Игнатий Стелецкий, мне кажется, аналогов больше нету. Это вот Конон Осипов, Дьяк Макарев, и Игнатий Стелецкий. Но если Дьяк Макарев вообще был государственным чиновником, которого там Софья Алексеевна Романова отправила в подземный Кремль, посмотреть там какие-то вот, что-то интересовало, и он прошел от Тайницкой башни подземным ходом до угловой арсенальной, и там выбрался, то Конон Осипов уже полез искать вот те какие-то палаты таинственные, которые увидел Василий Макарев, его старший товарищ, покойный к тому времени. То есть, Конон Осипов, если и был историком-любителем, археологом-любителем, то он был кустарем, а Стелецкий был профессиональным, Стелецкий был профессором археологии. Вот. И, ну, я, конечно, очень уважаю Стелецкого. О нем говорят мои коллеги, многие, что, о, да это был Вадим Михайлов 30-х годов прошлого века. Я не соглашусь, потому что при всем уважении к моим коллегам, я, правда, уважаю диггеров, я уважаю даже, я альтернативщиков уважаю, ну, просто я не разделяю их точку зрения. У меня нет основания относиться без уважения к кому-либо. Если вот меня человек не оскорбил лично, я никогда не буду относиться к нему плохо. Так вот, Стелецкий был действительно профессионалом, кто бы чего о нем не говорил. Он потратил 40 лет своей жизни на исследование библиотеки Ивана Грозного и вопросов, связанных с этим, и считал, что библиотека, если будет обнаружена, то будет обнаружена в Кремле. Ну, его мнение было такое. И он потратил практически 60 лет своей жизни, 55 лет своей жизни на исследовании искусственных подземных рукотворных сооружений. Поэтому, кто бы там не говорил, что Стелецкий это был Вадимом Михайловым Вадмихом, ну, не Вадим Михайловым, Вадмихом того времени. Вадмих, это имя нарицательное такое уже. Вадим Михайлов имя собственное, Вадмих именно нарицательное. Вот, Стелецкого я уважаю безмерно. Это был человек, который занимался, ну, вообще, не было бы Стелецкого, не было бы Вадима Михайлова, не было бы Вадима Михайлова, не было бы возможно многих из нас, потому что мы бы просто не знали об этом, мы не обратили бы такого пристального внимания, не увидели программу по телевидению в 90-е годы. Таисию Михайловну Белоусову, конечно, тоже очень уважаю, но это наш современник, это большой писатель, большой исследователь, пускай она там не лазила, так как вот мы лазим порой на брюхе по каким-то там узким штрекам, но она очень много написала, и она очень серьезно исследовала, пускай больше в теории, чем на практике подземную Москву. А Гелировский, ну, я не считаю Гелировского историком, я его считаю, я его больше уважаю как литератора, чем как историка, уже не говоря о подземщике. Он тоже дал очень большой толчок в своих рассказах о подземных. Да, но, может быть, оттуда и пошло именно, скажем так, он донес до широких масс своих читателей о том, что ниже уровня мостовых в Москве есть другой мир, который не меньший по масштабам, чем то, что мы видим. Знаешь, здесь я Гелировского больше уважаю, искренне уважаю, как журналиста, который первый стал писать о подземельях. Но он не занимался только подземельями. Естественно. Он подземелья заодно, а еще есть подземелья. И я как журналист, профессиональный, талантливый журналист, сейчас расскажу вам в своих заметках, в своих воспоминаниях о московских подземельях в своих книгах. Но не как исследователь. Да, нет, не как исследователь, нет. Поэтому я к нему скорее, я его больше уважаю как первого журналиста, который написал репортажи о подземной Москве. У тебя сейчас есть какие-то мечты, скажем так, что бы ты хотел увидеть, где бы хотел побывать именно из мира подземного? Ну, конечно, есть. Во-первых, я брежу Италии. Я обожаю Италию. Я был в Италии четыре раза. И думаю, что буду там и пятый, и шестой, и десятый, и двенадцатый, и пятнадцатый раз. Потому что каждый итальянский город – это просто какая-то шкатулка с сокровищами. Я по-другому умудряюсь посмотреть на историю Москвы после знакомства с Италией. Потому что все-таки каменное строительство и подземное строительство у нас в основном уже стало формироваться благодаря итальянцам. Итальянцев приглашали. И для меня каждое посещение Италии – это посещение просто какой-то сокровищницы. Ну, наверное, сокровищница, в которой лежала библиотека Ивана Грозного. Ты знаешь, у меня нету вот прям какой-то мечты. У меня была мечта когда-то колодец трех рек найти. Я нашел колодец трех рек, я искал его много лет, собирал информацию, побывал там. Все, для меня эта тема, она любимая, но она закрытая. Ну, все, я достиг определенной цели. Мне бы очень хотелось в Москве сделать подземный музей. Как подземный музей Парижской канализации, например, или музей Пражской канализации. Ну, в Праге там по-другому немножко там в насосной станции сделано. Хочется в Москве такой музей бы сделать. Я не слышал от этой истории, но так я понимаю, что здесь-то мы упираемся, к сожалению. Точнее, ты и люди, которые пытались продвигать эту идею, упираются уже в нашу бюрократическую систему. Ну да, да, да. Ну, не оставляем надежды. Не оставляем надежды. И, ты знаешь, мне просто, мне нравится жить, мне нравится путешествовать, мне нравится развиваться. У меня нет какой-то определенной цели побывать где-то. Хочется и в лагере дождевого червя побывать, и в подземной Италии побывать, и вернуться в подземную Францию. И познакомиться с Клакой Максима в Риме, знаменитой вот этой системой канализационных сооружений. Хочется жить, хочется путешествовать, узнавать новое, знакомиться с новыми людьми, как-то выстраивать дружеские отношения с новыми людьми. И, к счастью, это получается. Я вообще, вот, ты знаешь, после 30 лет я понял, что я начал жить. Вот до 30 лет у меня такое было ощущение, как будто я готовлюсь, я к чему-то иду. А после 30 лет, вот, если меня спросят, а у тебя есть мечта какая-то? Ну, пускай не связанная с подземельями, а вообще. Да нет у меня мечты, потому что я наслаждаюсь процессом. Меня окружает такое количество интересных людей, хороших людей. И я знаю, что людей интересных и замечательных огромное количество. И вот надо только идти дальше и знакомиться с ними, узнавать себя, узнавать их. Их и узнавать окружающее пространство через них. Наверное, это уже достижение, когда можно так сказать о своей жизни, что на таком уровне находишься, когда нету каких-то определенных целей, а ты можешь именно получать удовольствие от процесса. Это уже достижение своего рода. Да, вот, знаешь, единственное, я могу сказать, вот, слава богу, меня все устраивает. Просто хочется жить. Ладно, на этой позитивной ноте, наверное, мы попрощаемся со зрителями. Друзья, с вами был Зигер Даниил Давыдов, я Степа Волв. Не забудьте обязательно перейти по ссылочкам на канал Даниила. Не забывайте... Там будет очень много интересной информации. Не забывайте слушать мою программу «Тихой сапой» на своем радио. Это интернет-радиостанция. Своерадио.фм. Заходите. А программа у меня выходит по вторникам в 19 часов. Всем пока и до скорых встреч.